Такое явление, как буллинг, известно давно. Эта травля – агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны остальных членов сообщества или его части. Сегодня буллинг набирает небывалые обороты. В чем же дело? С развитием интернета и соцсетей у булов появилась возможность скрываться под чужими никами или делать это анонимно. Как правило, жертвами становятся социально активные и известные, но ранимые и реагирующие на буллинг люди. Чаще всего это явление распространено среди подростков и детей школьного возраста. Они подвержены воздействию со стороны и легко подхватывают новые тенденции. Но встречаются и другие случаи буллинга – между учителем и учеником, подростком и взрослым, врачом и пациентом. Поводы для буллинга могут быть самые разные, например, расовый признак, вес, рост, пол, нарушение правил поведения и даже религиозные убеждения. В последнее время участились случаи нападок на церковь. Так, совсем недавно в одном из рязанских городских пабликов появилась информация о том, что священник припарковал свой автомобиль не по правилам, а после поехал на красный свет. Ежедневно ПДД нарушает огромное количество водителей, но это мало кто замечает. Поступок священнослужителя тут же стал предметом для язвительных обсуждений. Жестокое обсуждение и травля начались сразу после публикации 25 ноября, 1 декабря, и романах Сергий в миру Вячеслав Маркин скончался. У человека действительно было плохое здоровье, на автомобиле был знак «инвалид», человек действительно страдал сахарным диабетом, но об этом стали говорить только после его смерти. Почему-то стало хорошим тоном выносить суждения, не разбираясь. А о том, что это может травмировать, калечить человека мало кто думает. Часто можно встретить попытки приобрести известность на безосновательных и бездоказательных фактах. Усугубляют ситуацию многочисленные блогеры. Начинающие в погоне за подписчиками подхватывают абсолютно любые слухи и создают вокруг себя хайп. Известные же блогеры просто зарабатывают на буллинге. Но и те, и другие задают моду в соцсетях, которой следуют дети и подростки. И в таком случае интернет-травля переходит в жизнь, где перерастает в агрессию. Если человек уязвим, можно довести даже до нервного срыва и причинения вреда здоровью. Ситуация уже перешла в масштабную, и пора это прекратить. Остановить волну сможет новый закон о вреде буллинга, который необходимо принять в ближайшее время.